Всем привет! Сегодня я хотел бы вам показать некоторые упражнения, которые способны излечить вас от сутулости в спине. В детском возрасте, когда вы ходите в школу, вы сидите за партой, несколько согнувшись, расслабившись, не замечаете, что ваш позвоночник растет, но уже искривляется. В зрелом возрасте, к сожалению, увы, кривой позвоночник изменить, исправить уже довольно-таки сложно. Поэтому единственный вариант, чтобы хоть как-то исправить вашу сутулость уже в зрелом возрасте, существует ряд упражнений, которые я хотел бы вам показать, для того чтобы вы начали их выполнять и укрепив мышцы спины, мышцы грудного отдела, мышцы плечевого пояса, смогли более-менее восстановить ровную осанку. Если же вам до 25-30 лет не все у вас потеряно, вы можете этими же упражнениями исправить полностью осанку и сделать ее ровной. Чего, увы, нельзя сказать о людях в зрелом возрасте, потому что позвоночник, развиваясь до 25-летнего возраста, увы, привык находиться в согнутом состоянии и уже не на генетическом уровне, но в процессе развития, в процессе роста скелета остался таким искривленным. Поэтому, чтобы избавиться от сутулости в спине, я вам сейчас покажу некоторые упражнения, они действительно довольно легкие, их может выполнять любой, и если их делать ежедневно, вы сможете избавиться от сутулости в спине, как я уже сказал, а также укрепить ваши мышцы, укрепить грудной отдел и спину. Итак, первое упражнение. Вы становитесь ровно, свободно и начинаете делать движения плечами, не круговые, а спереди, вот так вот наклонив плечи вперед, вы по дуге выводите их назад, выгибая спину, грудную клетку выталкивая вперед и стараясь свести лопатки за спиной как можно ближе друг другу. Расслабились и опять. По дуге назад, несколько секунд подержали, свели руки вперед. По дуге назад, подержались несколько секунд, свели. 30-40 повторений этого упражнения помогает вам хорошо расслабиться и подготовиться к следующему упражнению, которое действительно очень интересное и очень классное. Вы становитесь спиной к стене на расстоянии вытянутой руки, разворачиваетесь, намечаете точку на стене и делаете следующее. Развернувшись корпусом к стене, вы заносите руку на стену, поворачиваетесь вперед, оставляя руку на стене и разворачивая корпус прямо. Тем самым вы расслабляете, раскрепощаете кости грудного отдела позвоночника, расслабляете, растягиваете мышцы груди и подготавливаете ваше тело к следующему упражнению. Это упражнение мы делаем на обе стороны, как на левую, так и на правую сторону. Сделали мы два таких упражнения. Первое. Плечи вперед, по дуге назад, отвели, задержали дыхание, несколько секунд подержали, опустили. Отвели назад по дуге, задержали дыхание, отпустили. Тридцать-сорок повторений. То же самое с этим упражнением. Пятнадцать поворотов на каждую сторону. Итого получается у вас тридцать повторений. Третье упражнение. Вы сводите руки ладони за спиной, выпрямляете спину и сводите локти как можно дальше назад за спину. Тем самым, раскрепощая вашу грудную клетку, напрягая мышцы спины в районе лопаток. Развели руки, подержали десять секунд, расслабились. Пять секунд примерно отдохнули. Снова завели руки за спину и локти как можно дальше назад, сводя лопатки вместе. Здесь у вас напрягается не только грудная мышца, но и раскрепощаются кости грудного отдела позвоночника. А теперь последнее упражнение. Четвертое я вам хотел бы показать. Можно сказать ленивые отжимания. То есть эти отжимания мы выполняем не сгибая руки в локтях, а выполняем их прогибаясь на плечах. Сейчас я вам это упражнение покажу. Мы принимаем упор лежа, руки расставляем немножечко шире, ширины плеч и делаем следующее. Опускаемся между лопаток вперед, прогибаясь, сжимая лопатки вместе и поднимаемся за счет мышц плеча. Опускаемся и поднимаемся. Это упражнение легкое и делать его можно, ну как минимум два подхода по 20-25 раз. Это упражнение укрепляет не только мышцы плеча, но и укрепляет ваши дельты, укрепляет вашу спину и естественно помогает вашему позвоночнику держаться в прямом состоянии. Не согнутый как буква ЗЮ, а именно в прямом состоянии как восклицательный знак. Если вы будете выполнять эти упражнения ежедневно, не лениться, то ваша осанка всегда будет ровная, стройная и конечно у вас будет хорошее настроение и вы всегда будете в тонусе. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, поставить лайк, ну а видео я для вас уже сделал. С вами был я Владимир Козырчук, автор канала Old Dutchman. Оставайтесь с нами, у нас всегда есть что-то полезное, не только по теме спортивной медицины и физиотерапии, но и кое-что еще. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok